так так народ пусть набирается я пока посмотрю сердарчик если ты меня слищешь добавляйся ему хороший отправь запрос сердар если тут отправь запрос я тебя присоединю кукусики ольчик привет то о чем договаривались все в силе мне только на телефон не звони привет привет сердар я тебя жду давай делай запрос я тебя к себе добавлю привет пупсики привет слушать честно вам могу сказать меня саму все эти прямые эфиры достали но если вам интересно то я готова мне уж сюда стало историсы смотреть и прямые эфиры пижама пижама огонь так ну давайте хотя бы до двадцатки у нас дойдет желательно до тридцатки чего там сидел эти обедаете что ли привет из кемерово ну чё сердар ты посмотри а нет его обещался быть привет привет всем сейчас я вам все расскажу где мы берем маски где мы берем гречку сейчас все будет рассказано просто не дождаться потому что я обещала выйти в прямой эфир вместе с сердаром и рассказать как мы проводим самоизоляцию как мы проводим карантин как угодно это называете так нужно 20 тысяч пришло а этот все никак не дойдет старичок мой вот все за просто старичок мой ты где жду тебя и жду уже вот это вот знаешь это женщина это женщинам свойственно опаздывать понимаешь ой я не тот фитер поставил можно рот поменьше потому что дождите я же заканчиваю перезагрузки вот так нормально да большой рот он у меня понимаешь вот это вот кривые губы большой рот я не пойму одно дело когда женщина опаздывает это хотя бы хорошо три минуты мужчина вот на целых три минуты опоздал мне непонятно сейчас объясню можно билете покажу что я готовился видишь косметики там думал молодец ты посмотри как я думал ты тоже будешь пачек мы с тобой договорились и я вопрос не вопрос ты мой пупсик смотри такие же как у меня скажи этот best of the best до скин айсланд заделать его скрин если кому-то интересно очень классный патч кин айланд нет правильно айсланд нет скин айсланд я просто очень их люблю потому что они не реально с ними можно делать все что угодно понимаете вниз нагибы то что все остальные вот эти вот польские корейские польские и наши тоже делают все сползает вот одним этим одним махом сканевая классно да 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 прикольно так ну сейчас аудитория из мужиков уйдет подожди не пусть не уходит зачем я же им приготовил мужские уходы тоже а серьезно я ты просто будешь девочкам раз дивана с пивасом и подходите к нашим голубым экраном ну да ну мало ли код день рождения скоро класс мы одинаковые вот если сейчас прошу не спрашивали вот он да да потому что меня постоянно мне постоянно задают этот вопрос что у вас за патчи под глаза вот рассказываем какие патчи просто понимаешь вот лишний раз расскажешь потом нигде не найдешь кто-то заикнулся про гречку видишь теперь нигде гречки ну так но ты реально с вином с утра но нифига си ты можно рекламу делали большую меня на сайте они продаются большая упаковка прямо на со скидку нас вместо 3 900 стоит 2900 и там причем сколько штук 12 буду покупать уже все я буду барыжить через тебя рассказывай что-то там подготовил и потом я пойду в свою свою будуар императрицы понимаешь пойду свою ванну и покажу тебе чем пользуюсь я показал это это то что я собрался своей полки это небольшое количество у меня в основном состоит на работе вот и хотел показать мне кажется когда ты сидишь дома макияж не столь важен сколько важен уход конечно безусловно и в условиях того что сейчас все салона красоты закрыты и не могут работать это конечно ну тяжелая история особенно для тех кто привык указывать за своим лицом потому что кто бы что не говорил домашние уходы это все очень круто и если там нет возможности ходить салон красоты сейчас огромная куча замены но тем не менее девочки если вот вам ну мне кажется любой девочки любой я помню с детства там типа с 18 лет как только такие знаешь подростковые прыщики появляются но мне кажется ну как-то надо все равно эти психо психологу блин к этому это понятно и заодно психологу тоже то есть ну там дорогой недорогой дань салон неважно мне кажется в любом случае всегда в график себе надо поставить посещение косметолога и стараться ну не знаю там лучше себе джинсы какие-то не купить но ходить сходить обязательно косметологу но это на мой взгляд я согласен с того я согласен но вообще первое что самое главное в уходе этот макияж что многие не понимают думают почему них прыщи почему них пора жирная кожа потому что они плохо очищают кожу может быть это не совпадет с тем что любишь ты но тем не менее но у меня жирная кожа не жирная пористая кожа видишь у тебя она не жирно наверно у меня нет у меня не жирная кожа слава богу но сейчас посмотрим так что мне надо показать давайте макияж чем я смываю макияж говори по-русски а то знаешь где макияж смываешь чем ты смываешь макияж не подготовилась как поставить телефон чтобы чтобы вчера просто увидел видео где ксения собчак делала обзор своей косметики и она показывает это и в одном из тюбиков лямер большом она отражается она обнаженная так что аккуратнее там если у тебя низа нету нет нет слава богу низ у меня присутствует я как-то подготовилась а я без низа ладно а ты так сидишь так подожди единственное что хочу как-то нормально установить так смотри по поводу значит чем макияж либо раз это что такое доктор да знаешь эту же косметику да мне нравится очень вот это вот корейская история сферанс по-моему она называется пожалуйста доктор маска да 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 вот они вот у них очень круто у них очень круто макияж снова и сейчас тебе еще это либо у меня есть сейчас вот вальмонтовская пенка вальмонт супер классно мне тоже я буду это время на показывать да смотри у меня есть глаз вот у меня работа на вот это как же пенка покажи да 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 бабул фэлс бабул фэлс называется да 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 бабул фэлс и еще вот такой тоник да у меня только миниатюрка видишь с собой носить удобно совпадает потом смотри значит что еще мне глаза только я перепробовала миллион средств мне говорили ну ксения вот шанель это вот там ну не может не это не такая дорогая история не хорошая не херена вот мне кроме нее ничего никогда не помогало вообще не дешевая сказал но построение тем не менее значит дальше смотри еще мне нравится вот такая тема не знаю знаешь это кто не вижу это какая-то корее корее нет или нет скорее всего очень прикольно посмотри вот есть вот такая вот мыло мы его видишь да на прям на лицо вот так вот я прихожу сразу фига видишь она у меня все уже заканчивается это один степ только не ты делаешь два степа вот я вторую же даже купила а что ты говоришь у тебя один смотри нет у меня два подхода в любом случае с одного нихрена не убирается я второй раз все это этими спонжами ну как они не смогли дисками да ну да 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 ватными дисками а потом значит с первым потом я проверяю тоником фигачу люблю тальоновский тоник у меня либо вот для мэров слушай это мужская история нету или а мэр по мужского истории вообще нету это уже телефон не могу надо на что-то это короче либо вот это либо вот это проверяю смотрю а еще я добавляю а биодерма это для чувствительной кожи с голубой крышечка красная для обычной зеленой для жирной кожи вот мицеллярную водичку значит тоже смотрю если еще могу фигачить второй круг но вот второй круг у меня как правило вот этим ну и ксюш мицеллярную воду всегда нужно смывать сверху тоником обязательно конечно 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 в любом случае потом в эти места дальше стиль на лоб а там у них есть отдельные таких мест говорится примерно цены все просят цены слушайте ребят ну я не я же не продаю не занимаюсь я я могу сказать то что вы можете сейчас на сайт любого магазина зайти сейчас везде скидки и везде доставки учитывая то что никто не может выбраться все делать доставки поэтому заходите смотрите забивайте просто да с доставками только зара меня подвела блин вообще пишут на следующий день что доставка в итоге через три дня это моя помощница к ним туда поехал на самом деле такое время сейчас никто ничего не покупает и по идее реально если ты что-то заказываешь ну как то мне кажется на должны сейчас все работать в этом плане очень быстро они блин тянули 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 и в итоге моя помощница к ним поехала забирать этот ладно короче на значит что касается это блин не нравится как у меня стоит телефон я хочу его поставить нормально чтобы а у тебя есть такой монопод какой-то или что-то в этом роде не на чем можно поставить подожди я сейчас просто у меня видишь я я вот сюда поставил в эту штучку где у меня все пальцы и пока можешь ставить телефон а я покажу ребятам чем классно тоже смывать макияж а давай свои конечно но знаете если для мужчин мужскую серию например я могу показать это шоссей да вот такого ты видишь я засвечен да вообще чуть-чуть да так может какой-то другой фильтр поставить или что сделать можно вообще без фильтра я могу вообще без фильтра поставить все так лучше ты знаешь у тебя стоит и ну на свет делаешь и когда делаешь на свет я так мне кажется вот так вот лучше вот так вот лучше я дать буду показывать что у меня здесь есть очень крутой продукт для умывания лица ведь я уже практически из расходу такое мыло пенищееся если смотри для лифтинга для тех кто повзрослее есть такое масло подожди каждый повзрослее воспринимает знаешь по-своему что конкретно для сессии под кожей она такое для лифтинга очень хорошо подходит ну окей от 40 от 35 уже можно в принципе от 30 до класс вот это удобная штука девчонки если хотите умываться раз надел и пошла умываться это сама одна из самых удобных штук так ну вот но обязательно смотрите самое круто я знаю что ты любишь марка сенсай у них мне кажется самые лучшие умывалки на мой взгляд вот и у них обязательно есть вот такие вот видите я обожаю да я у меня вот это то что ты мне посоветовал для губ да и степь 2 тоже да ты знаешь я их очень любила я долгими пользовалась но потом не чуть-чуть поднадоело поэтому я я периодически просто меняю умывалки потому что на одном сидеть мне кажется кожа так или иначе все равно к одному продукту сильно привыкает да я согласен я сейчас хотела сказать смысл потому что степ 1 у них смысл в том что у них он обычно на такой маслянистой основе или он гель может быть или какое-то масло например вот это абсолютно сил который у них она смывается наносишь такие массирующими движениями она разъедает как будто всю косметику вот как ты говоришь дам двухфазным средством убираешь а потом уже только сверху вторым этапом вы берете например вот это у нас такое типа мыло и маска то есть вы можете как нанести и оставить на какое-то время например или например вот кремовое мыло какое-то да вот это вот новая коллекция супер а это золотая это для тех кто постарше или что слышно ну я пользуюсь ими не скажу что я сильно взрослый 35 на сегодняшний но мне прям супер нравится классно но вот я первым степом в основном почти не пользуюсь потому что у меня нет макияжа а второй степ я всегда использую но вообще макияж очень хорошо иметь именно двумя степами убирать и у них есть еще в продаже супер классная даже встрою специально такая вот губка типа она такая тверда но когда ты мочишь воде она получается такая мягкая мягкая и этой губкой все это вытираешь получается супер круто и убирает я не знаю ну я вам сейчас попробую просто подсел на эти продукты и у меня и насти все все клиенты уже пользуются сколько всякой херни для лица но ребят я бы не назвала во первых а это хернёй во вторых если вы хотите хорошо выглядеть то просто пару огурцов себе под глаза положить этого недостаточно поэтому конечно же в любом случае чтобы выглядеть красиво за своим лицом надо ухаживать без этого потому что вы взрываете мне директ и сердару все время просите вам рассказать какие-то прикольные вещи мы с удовольствием это делаем сейчас если кому интересно какой умывалкой пользоваться после тридцати вот сердарчик спрашиваю какой умывалкой пользоваться после опять все зависит от того сколько готовы потратить до марки бывают разные абсолютно разные цены поэтому все таки конечно то что я советую это у меня скажем так не эконом класса наверно выше среднего и достаточно для кого-то может дорогие продукты но они очень хорошие в этом плане я специалист по скажем так на более экономичной косметики хотя не ну не отрицает что там может быть хорошим например из вот из экономичной косметики что ты можешь посоветовать слушайте но я честно говоря вот даже если вы искать у меня из-за того что я работаю в этой сфере именно из уходовой косметики я даже не знаю что я могу сказать по этому поводу потому что ну вот у меня нет такого когда у тебя есть выбор подожди вот это даже вот как от фирмы но опять дырма это средний класс все равно это не экономически экономически это гарниер масс-маркет типа лориальт вот такие марки поэтому вот есть авен кстати тоже неплохая мицеллярная водичка которая подходит для всех типов кожи вот и из этой серии сенсайда я договорю есть у них такой продукт классный вышел лишь она выглядит как это пишет шоссейда недорогая ну опять для кого как это все японцы она выглядит как пена для бритья на супер классная штука я не знаю сложно передать экономичный эконом вариант все ужасные вот не то чтобы ужасные но мне кажется они не сильно проработанные и действительно если есть возможность чуть подкупить и купить что-то подороже ребят не всегда дорого это просто потому что на вас хотят нажиться а дорого это как раз история о том что если есть возможность купить где-то два эконом класса или один хороший средний то лучше конечно выбрать хороший средний но вы и сами потом поймете по своей коже да плюс ко всему ингредиенты в любом случае потому что здесь например содержится императорский шелк и это прям чувствуется я даже вот сейчас на руки нанес и чувствую как это совершенно не можем называть суммы вы поймите потому что разные магазины предлагают по-разному сейчас мы вам скажем 2 500 на самом деле стоит 3 200 но вы потом говорили поэтому сумма называть не ну если на каком-то будет написано сумма но с удовольствием вам скажу за сколько купил но так конечно никто не помнит сколько это стоит не знаю может быть сердар знает сколько стоит я точно не знаю ну а вот например у синца и того же самого у него идет от примерно трех четырех тысяч по моему или двух с половиной примерно до пятидесяти вот у него такой большой диапазон вот эти умывалки за сколько за две тысячи по моему я за две 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 пять пятьсот они стоят нет дороже вот эта серия вот эти да нет со скидкой я думаю что около около трех трех тысяч я же помню сейчас везде идут большие скидки поэтому пользуйтесь моментом мои заказывайте вообще это классно вот потом что может быть для мужчин покажу еще давай конечно ну это опять это не скажу что прям сильно дорого тем более со всякими скидками том ford марка у меня есть вся линейка если есть у вас хочется муж сделать приятное мне кажется любой мужик обрадится просто вот таким к классным тюбиком причем у нас мужиков очень сложно вообще заставить пользоваться косметикой потому что они считают что это ну не пацанское дело но по крайней мере вот мне сказать своему мужу что там крем для лица нужен он долго сопротивлялся говорил что за фигня вообще какой крем для лица я мужик буду я тебе сейчас тут еще крема массу но конечно там время берет свое и безусловно со временем ты действительно как мужчины уже понимать что недостаточно просто с утра водичкой нафигачиться и пойти потому что конечно вода очень сильно сушит кожу погоду очень сильно сушит но время года очень важно какой потому что погоду тоже очень сушит кожу и но и в конце концов возраст он в любом случае дает возраст питание отопление погода да это все вот и все остальное я быстро покажу вот эту серию быстром ford расскажу что для чего это глиняная маска очень крутая классная но хватит я как минимум много для мужчин на такого черного цвета вот прям если посмотрите достаточно такая брутальная вот такой вы наносите а потом она прям стягивает все лицо вот потом крем для лица он причем такой знаете лаконичный дизайн то что не стремно достать никакой-то розовый тюбик он выкручивается вот так вот не стремный розовый тюбик это да нет на ночь концентрат сыворотка то есть она прям как масло вообще по текстуре но даже на жирную кожу если вы наносите на ночь вот по текстуре я сейчас покажу какая она то утром просыпать кожа совершенно другая дальше у меня есть масло для бритья например у кого проблемы с бритьем например ну я думаю что многие женщины еще тырит у мужиков эти вещи потому что спокойно можно нас намазать там я не знаю там на ноги если нет она размягчает кожу прям размягчает и нет такого раздражения для бороды ты знаешь я вот пытаюсь посмотреть что у меня ну вот какой-нибудь гель для умывания который я впарила вот это максимум понимаешь вот ну и что-то там я не знаю ну вот из серии какой-то вот сыворотка это ультра-сьютикал а ну это не фигня это очень классно ультра-сьютикал хорошая все это вот максим остальное все духи палочки для ушей понимаешь и все и вот еще что-то протект вот какой-то вот есть уже ультра-сьютикал да все пользоваться косметикой достаточно уж а купи курбан и бальзам для губ ты чё он жизни не будет по ней а тебе так кажется на самом деле они многие вот так вот здесь прячут короче так отворачиваются я вам гигиеничка есть всегда он знаешь чем прикол он не блестит он типа не такой бабский там все пишут про какую-то косметику израильскую кристина ты такой знаешь я знаю такой я знаю крестину ну нормальный косметик израильская косметика так все еще просят под глаза давай вернемся от моей косметики тоже от глаза что я люблю под глаза ну вот это мне привлекло в ламере очень прикольная тема потому что она прям холодная покажи-ка я прикольно я не видел такую вот ламе смотри помимо того что у тебя здесь крем под глаза потом вот отсюда снимается такая штучка вот она видишь вас и ты ее вот сюда берешь вот так вот и потом под глаза вот так вот наносишь мне кажется можно носить пальцами а потом эта штука делать массаж типа да так под глаза вот практически уже закончилась очень крутой крем очень крутой крем я им особенно вот когда я лечу в самолете я всегда беру с собой тоже очень причем достаточно большой объем хватит надолго и когда я не в комплекте идут вот с этой сывороткой вообще не расстаюсь а это 203 пэр да данная сыворотка она просто видимо в каком-то это было но это была лимитированная история да 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 типа в помощь кому-то шло по моему поэтому для больных рака раком да да по моему что-то такая какая-то история была да вот я люблю вот эти две так вот глаза еще что под глаза вот ну под глаза еще у меня есть это под глаза что еще было под глаза глаза вроде все у меня сейчас я все время меня чтобы ты понимал да для клиентов и принципе для себя я все время пробу на разные продукты и сейчас я пробую каптюр татая от dior вот эту серию крем под глаза потом есть на это настина это тоже на самом деле сейчас очень много про классных продуктов и я сейчас еще хотела dior показать красивые смотрит конечно баночка это новая коллекция dior престиж это как раз вот для более возрастной кожи это сыворотка видишь она там с маслом как будто классно так из сывороток ну вообще если показывать мои сыворотки биологик да биологик вот у меня они классно они очень класс только ребят понимаете это такая косметика почему я никогда не советую не рекомендую потому что нужно чтобы врач подобрал да только врач тебе может подобрать эти сыворотки вот так увидеть на сайте и купить не крема нет а ну вот у меня тут тоже смотрите я в основном только ей это вообще маска легендарный йоким кардашиан очень это не вот это ну наверное вот это рыжая ужас да да вонючая такая запах отвратительный вы не представляете но я не могу вам сказать ребят что вы сейчас пошли и купили вот правда потому что только врач только через врача косметолога рекомендации по поводу всей косметики биологик только но она реально очень крутая и киевики мы очень любят вот так же у меня лосьоны все лосьон и вот еще молочку у меня есть думаю молочкой я не сильно восторге эти могу сказать что нет она вкусно пахнет все она нормально это и вся эта косметика ребят как раз очень ну популярна не популярна как раз известно тем что конечно запахи у них еще те но эффект я увидела практически сразу почему я люблю почему и пользуюсь ну потому что это та история когда ты когда ты видишь эффект еще из последнего что я для себя открыла очень мне нравится эта фирма знаешь ее марки нет не знаю крема не знаешь очень прикольный и вот она тоже в салоне уходы на ней делают обычно вот на этой косметике в салоне делают уходы вот я у них люблю крема но ночные мои крема это эти это вот биологику также один из ночных и я лоджик или билла джик билла джик мегас нет биологик правильно говорить но я слышал биологик да да биологик но может быть короче маньяк скорее всего да ну и вальмонт вообще что маска золушки маска золушки мне кажется то прям просто правда вот я никогда не верил на дорогущая правда но она дорогая сколько она стоит 20 до около 30 до причем вот за такой маленький тюбик да вот этот мне у них нравится очень детокс крем смотри он прям пенка видишь а нифига себе у них такой но такой текстур называется detox o2x но очень очень мы сейчас говорим дорогая недорогая даже приезжая клиент и начинаю есть что-то наносить там у меня какая-то сыворотка мне подарили вот еще классно и она мне говорит возьми вот этот крем не дает вот такой тюбик примерно вот такой маленький такой она не слышал просто нет это уже перебор так еще и крема для тела на них сейчас стоит телефон по моему по моему говорят крем и самый любимый лямер и вальмонт два крема для тела которые я обожаю можно я покажу вот офигенно просто да что за крем рассказывай это evidence американская марка у него очень много этой марки очень много продукта не знаю ты пробовал не пробовал есть у них на сайте по-моему продается в сумме вот это вот этот продукт у них вообще не видно просто отсвечивает evidence 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 да ну здесь достаточно большой объем но в целом продукт просто офигенная сейчас хочу показать еще одну один продукт от этой марки то есть у них есть маска дневные и ночные кремы еще у них самый классный продукт который мне нравится такая пенка как знаешь пенка музыка будто для волос ее наносишь на ноги на ноги на в течение дня ты устаешь на каблуках стоять или ходить ты просто на ноги растираешь она холодит и просто вот это все освежает но у меня ее отняли в аэропорту я случайно положил вручную кладь в женеве там когда летал и мне просто вы вынули ее и сказали что это нельзя проносить это я так плакал до 40 до 35 антич такая маска еще вот есть классный масок огромное количество всяких разных я люблю и вот эти одноразовые истории ну которые вот на каждый день сейчас я тебе покажу порой я тебя перебью мы такое ощущение, что письки не веримся сейчас я тебе покажу о май гаш чтоб ты понимал, смотри вот эти люблю очень а, это омагат, хорошие они красные да-да-да-да-да. вот как раз нам не так вот такие всякие капсульные истории тоже прикольные вот, ну а их здесь короче, ты сам понимаешь, это огромное-огромное количество да, на самом деле много золотяшки всякие красивые, есть еще инстаграм золотяшки есть, вот золотяшки у меня, вот всякий голл вот вот золотяшки у меня вот такая вот хорошая она, да? я не помню, у меня такая была, нет? Да, но очень крутая вот эта вот еще. Очень. Диоровская? Ой, расскажи, а я не знаю про нее ничего. Она прям классная такая. Вот есть, кстати, видите, для лба... Вот эти причем, Ксюша, вот эти для лба носогубок от Skin Iceland. Они очень крутые прям. Что-то хотел показать сейчас, подождите. А, я хотел показать патчи. Инстаграмные. Инстаграмные патчи. А, вот, это... Господи, я забыл, как они называются. Я думаю, что сейчас ребята подскажут. Что такое инстаграмные патчи? Ну, это значит, красивые патчи, знаешь, для... Это, видишь, они такие? А, да, вижу, вижу. Забыл, как они называются, господи, они не присылают все время периодически. Они с иголками, ты пробовала? Нет. У них патчи как будто с маленькими-маленькими иголочками. Я не знаю, про такие. Вот, у них вот здесь вот прям вот, если потрогать, прям вот иголки. Они, короче, когда их ты снимаешь, например, и клеишь, с ними очень классно делать какие-нибудь фотки, короче. Ну, они такие, видишь? А, прикольные, реально. И прямо вот надавишь более, потому что там супер-микро-иголки. Господи, как это называется-то? Ребят, напомните, кто знает. Я просто прям... из головы улетела. Что, 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 скажи мне? Марка вот эта, забыл, как называется. Сейчас напишут. Мезопатчи? Мезопатчи они называются? Как? Нет, это микро-игла, а сами патчи называются. Видишь, у меня просто это, написано так, стандартные, увлажняющие. Ну, ладно, я сейчас вспомню. Сейчас ребят кто-то напишет что-нибудь. Я думаю, что знают. Они такие достаточно известные. Слушайте, ну мы сегодня, да, ребятушки, мы сегодня говорим про уход, мы не говорим про помады и так далее, потому что это отдельная история, которая сердце... Я думаю, что мы отдельный эфир с тобой сделаем про косметику еще, да? Да, да, да. Диор компания супер. Нет, ребята, это не миксит, это не миксит. Симон, какой крем используете в мороз? Можно я посоветую один классный крем? У меня с собой его нету, но крем такой, знаете, антистресс, какой он называется, от Бобби Браун, он супер жирный. И он наносит на все лицо, особенно когда все шелушится, не мороз. То есть когда мороз, надо всегда вот какую-то жирную текстуру выбирать, правильно? Да, такой питательный, защитный слой какой-то должен быть обязательно, потому что иначе вы, конечно, можете начать шелушиться, потому что очень многие начинают на морозе, о, блин, капец. Больно, да, их отдирать, да? Ну, не совсем больно, но они такие мощные. Я просто не стал держать раз второй слой патчи, но они такие, знаешь, красноту немножко оставляют. Да, вот я вижу, ты отодрал, и это там с кожей не сходит, нет, случайно? С кожей не сходит. Патчи Блум называется, все пишут? Блум, да, точно, Блум. Вот, и этот крем, он очень классно подходит, потому что сама Боби Браун, это ее любимый продукт, когда она была в России, и мы с ней встречались, она была в ЦУМе, она сказала, что для вашей погоды это идеальный продукт. И еще можно быстро покажу такой пилинг домашних условий от Skin Ice, вот эта марка, которая, да, патчи? Есть такие вот диски, они пропитаны специальным средством, я не знаю там, что в составе, но там есть точно что-то спиртисодержащее, и вы можете ими прям пропилинговать лицо, они прям, знаете, как будто такой хлопок, но очень грубый, и он убирает прям, знаете, все вот эти вот шелушинки, все-все-все, все, что нужно перед мейком, вы можете себе просто прошелушить все. Ну, будет красота немножко после этого. У тебя есть такие? Я поставлю фильтры. Нету, прикинь, нету. Классная какая тема, прикольная. Слушай, тут спрашивают, можно ли тканевыми масками пользоваться каждый день? Ну, мне кажется, а что, плохо будет для кожи? Я думаю, что тканевыми масками можно пользоваться день через день, но не больше 10-15 минут. Те, кто дольше сидят, вот ты сидишь полчаса, она 15 минут отдает влагу, а все остальное время она из тебя забирает. А, да ладно, я не знала. А некоторые начинают в них даже спать, понимаешь? А, ну это вообще бред, нет. После антисептика чем увлажнять руки? А если бы уже антисептик нанесли, чем вы будете увлажнять руки? Вы имеете в виду крем для рук? Да, крем для рук, наверное, спрашивают. Но у меня мужской, сейчас покажу, где-то здесь есть, вот у меня Клоранс. Слушай, а мне знаешь, какой последний крем для рук? Блин, пипец, как понравился. Наре фирма, она во многих отелях везде, но в Москве ее не продают. Наер, как же она называется? Она везде висят гели для души во многих отелях. Вот наер фирма. Не знаешь? Эр, 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 эр. Слушай, нет, что-то я не знаю. Если я просто сейчас смахну и выйду в WhatsApp, ну у меня на первом этаже этот крем лежит, короче. Я попросила найти, мне нашли один, блин, этот крем. Вообще, я говорю, купите, пожалуйста, хотя бы штук пять, нету нигде. Ну, может быть, сейчас, если кто-то знает... Бархатные ручки, говорят. Ручки бархатные. Ритуал, вот, точно, Ритуал. Ритуал, знаешь эту фирму? Нет, не знаю, правда. Блин, у них такой нереально крутой крем для рук, но не смейте покупать. А если будете покупать мне, купите, пожалуйста, тоже, я вам деньги отдам. Он мега крутой, если найдете, где скажите. Его нигде нет. Еще я хотела показать тоники, это миниатюрки, разные тоники марки Эрбориан. Например, вот этот вот двухфазный, лосьон для лица. Дальше энергетический тоник и матирующий. То есть для жирной кожи, такой энергетически увлажняющий и двухфазный такой. Он тоже немножко вот приводит кожу в порядок. Вот пишут, что в Дубае есть много. Да, да. Это три, короче, что это за три тоника? Это Эрбориан. И корейцы, корейцы Эрбориан, у них очень классные тоники тоже. Все, что связано с кожей, корейцы, они, конечно, топчик. Так, спрашивают, здесь косметику обсуждают или будут какие-то другие темы. Ребят, давайте, если есть какие-то вопросы по другим темам, мы сразу всегда ответим. Еще очень классно. Еще, наверное, только-только вышел в продажу у Эрбориан вот такая серия Pure Shots называется. У них там очень много сывороток сейчас вышло. Видите, новые текстуры каждый раз появляются. Из-за того, что, видите, вот здесь практически водичка, а здесь масло. То есть по текстуре, если вы попробуете на руку, она прям как вода, видите, льется. Как будто просто вода. Как парни из марки Бабр. Бабр, я даже что-то... Нет, хорошая марка. Очень хорошая марка. Я не знаю просто про нее ничего. У них супер-классные ампулы, Ксюш. Вот попроси прям ампулы для сияния кожи. У них есть такие. Вот ты типа капец уставший. Ты так говоришь, что я попроси. Ты думаешь, я у кого-то что-то прошу? Я, блин, в жизни. Мне проще пойти и что-то купить, чем у кого-то попросить. Ты что, меня плохо знаешь? Попроси меня, я тебе пришлю. Я тут недавно, короче, Мак присылал всем прикольные очень помады. Я же Мак люблю вообще помады это. И единственное, что, знаешь, я такая говорю, ммм, прикольные помады у вас. Они говорят, ой, Ксения, мам, обязательно пришлем? Я говорю, круто. Ну все, и вопрос где-то завис в воздухе. Я думаю, что сейчас склады у них-то работают, они закрылись. Да, да, да. Можно еще один лайфхак небольшой для тех, кто не думает, у кого отросли корни? Вот такие есть закрашивания корней, седины, смываются шампунем на один раз. Например, это лореаль, дешевый очень. Вот такой спрей вы можете на корни, оп, и ты, брун, у тебя корни закрасились. И каштан, типа, оп, и у тебя какой-то. Понимаете, да? То есть вы делаете так, чик-чик, себе, и все. А что ты себе не сделал чик-чик? Вот сделай себе чик-чик. У меня нет корней. Я знаешь, что с ними делаю? Сейчас покажу. Секретно. Конечно, продолжают меня спрашивать, что за краска для волос я пользуюсь. Серда, расскажи, что за краска для волос. Да ты не красишься же. Ну, ты понимаешь? Ну, просто бывает, знаешь, люди не понимают иногда. Бывают от природы у кого-то там хорошие волосы. Вот у Ксюши они очень хорошие. Видно по бровям. Это бесполезно объяснять и рассказывать. По волосам. Люди хотят верить только в то, что они хотят верить. Это как история с губами, понимаешь? Это знаешь, к волосам. Ну, как вот людям вот показать и доказать, что это не крашеные волосы? Покажи спину просто, что она тоже волосатая, нормально. И руки. И руки самое главное. Мне кажется, сейчас это, ну, слава богу, все окей, но мне кажется, сейчас это, шерстью мы зарастем. Если еще салоны красоты месяц не будут закрыты. Это, да, это капец будет уже. Ну, сейчас, кстати, мне кажется, еще актуально будет, из-за того, что мы на солнце не появляемся, автозагары всевозможные для лица. А, по поводу автозагара, я не могу буквально. Вот эта фирма, мне нравится все, что связано с... Ты знаешь ее? Да, вот эта классная с Джеймс, как она называется? Джеймс Рид. Джеймс Рид. У них лучше автозагар, у них такие есть капельки еще для лица. Ты его добавляешь каждый день в крем, наносишься на лицо, и ты супер-классно выглядишь. Да, да, это и есть такая тема, да. Бронзинг, смотри. Смотри, у Dolce & Gabbana какой бронзер вышел, тоже красивый. Это тоже для тела? Нет, для лица это. Ты его тоже добавляешь. И, кстати, для мужиков есть офигенный бронзер у Том Форда. Но ты его... Вот. И он такой... Ты его добавляешь в любой крем, ну, мужчинам, и такое ощущение, что вот бывает лицо встало, и такое прям просто выглядит ужасно. И такое ощущение после этого, когда ты добавишь крем, что ты подзагорал немножко на солнце, даже чуть-чуть обгорел. Супер свежий вид. И многие девчонки, ты говоришь, то, что я рассказываю про мужскую косметику, пользуются мужской косметикой какой-то, потому что она более концентрированная всегда. Даже те же самые шампуни, они содержат больше протеина, больше вообще средств всяких уходовых. Поэтому мужской косметикой даже можно пользоваться спокойно. Гель для бронзера. Про ампулы повторить. А что там? Какие ампулы ты советуешь? Мы говорим про Бабор. Про Бабор ампулы. Сияние. И у тебя еще этот, Биологик. Биологик. Да, но я хочу себе попозже в салон. Сейчас мы только на стадии переговоров. Ультра Сьютикл. Я не знаю, есть у нас в Уфе или нет, но я знаю, что очень хорошая марка. Ультра Сьютикл? Да, хорошая, хорошая тоже. А для чего автозагар спрашивают? Ну, в смысле, чтобы свежее выглядеть. У нас есть некоторые вопросы, которые меня в ступор вводят. Зачем есть, зачем пить, зачем хорошо выглядеть? Ну, не знаю, ребята. Еще один классный продукт. И быстро покажу, пока я разошелся. Если кто-то хочет красиво выглядеть сияние, просто очень простое средство, супер давнейшнее от МАК, называется строп-крем сияющий. Наносите лицо, у меня Насте уже лет 5 пользуется. И лицо красиво сияет просто. Разные оттенки есть, розоватые и так далее. А почему мужская косметика более концентрирована? Ну, я не знаю почему, но так уж завелось как-то. Говорят, что это так. То есть, там, бывает у нас многие женщины, у кого очень тонкие волосы, берут шампуни мужские, они более уплотняются. Слушай, вот по поводу волос. Я недавно, кстати, у всех спрашивала. Ну, есть проблемы сейчас, короче, волосы по весне, наверное, или может быть из-за страстника еще чего-то лезут. У многих сейчас волосы выпадают просто. Я, посмотри, я ничего по волосам не знаю, потому что у меня всю жизнь, ну, как бы, проблем с волосами не было. Я купила вот такую в Азбуке Вкуса, вот такую, не знаю, знаешь ли про эту маску? Маска? Да, типа для волос, но я не знаю, что она помогает, нет. Восстанавливающая маска для волос, интенсивная маска для восстановления волос с маслами, восстанавливает, разглаживает сухие, поврежденные, жесткие волосы. Ну, у меня не поврежденные, не жесткие, у меня просто, блядь, у меня просто... Ксюш, я тебе... Они стали выпадать, вот что делать? Злюсь я. Я тебе попозже скажу, что делать, не хочу в прямом эфире говорить. Что, там, маслиной мочой поливать было? Я не буду. Нет, другое кое-что, но я просто сейчас пока не хочу рассказывать. Хорошо, ладно. Правда. Ладно. Слушай, про мужской шампунь кто-то пишет открытие. Ну, короче, эти маски все фигня, да? То есть есть какие-то ампулы лучше втирать, да? Слушай, ну, никакие маски, никакие шампуни, никакие не помогут от выпадения волос. Только более такое, скажем так, более конкретное вмешательство. Типа, знаешь, есть специальную... Чего? Кто-то пишет там втирать, это, мужскую историю пишет, надеюсь. Мужское семя? Мужское семя, кстати, можно на лицо. Софи Лоренжи так делала маски. Семя молодых парней. Вот откуда это правда? Она что, интервью на эту тему давала? Я не пойму. Я не знаю, я слышал, я знаю, что она так делала. Да и ладно. Ну, а вот откуда? Вот это, знаешь, это как вот у нас слухи всякие по WhatsApp пересылают всякую фигню. Танки, в Москве танки ввели режим, понимаешь, чего-то еще. Мне кажется, вот это из этой серии... Ну, я напишу ей сегодня... Софи Лорен, у нее спросишь, так это... А ты с ней обжигаешься? Софи, а правда, что... Софи Лорен, чао, скуза ми, волеокедр... Можно я тебе еще покажу любимое масло для массажа? Офигенно. Я не знаю, ты пробовал или нет, но я просто уже подсел на нее какое-то долгое время. Это сквалановое масло от Энхель. Так. Короче, это печень... А, вернее, какая печень. Масло из вытяжки печени глубоководных акул. Ну, класс, чего? Нет, ну ты попробуешь. В России есть всякие масла, а оно прям почти на сто процентов совпадает с секретами железа человека. Вот тут Анастасия просит посоветовать что-нибудь от перхоти. Ты пока не эфир насыпал, уже гора, понимаешь? У тебя справа... Так, перхоть. Блин, у меня перхоти никогда не было, по-моему. По-моему. Ну, я не знаю, у меня вроде тоже нет, поэтому я не знаю, что можно посоветовать. У меня соседка машет этим срезом, она реально выглядит завязывать. И сейчас народ пойдет мазать яйцом этим семенем. Ну, все же на карантингу едят на самоизоляции. Какая разница? Сейчас люди, что, заниматься нечем. Сейчас пойдут мужей трясти на крема бесплатные. Кремы. Кремы, прости. Я, кстати, тоже все время ошибаюсь. Не могу до сих пор, представляешь? Кремы надо говорить правильно, да? В завершение, кремы. Я тоже все время крема говорю, но мне исправили кремы, я вот привыкаю. А кто правильно сказал, что кремы? Ну, говорят, что так, я не знаю. На телевидении мне сказали. Как, вон, Тамара, подружка моя пишет, сложно жить таким красивым людям. Ну, а что делать как-то? А потом знаешь, что говорят? Вот, она с собой что-то сделала. Это ежедневный труд, ребят. Каждый раз прийти, смыть и так далее. Поэтому... Это ежедневный труд прийти, открыть сториз, выбрать нужную маску, где у тебя большие губы, широкие глаза, пышные волосы, зубы, понимаете? Это огромный труд. Блин, а у меня есть какая-нибудь дебильная маска тоже найти сейчас? Я не знаю. Скажи мне, чем ты из ароматов пользуешься сейчас? Нет, была у тебя классная прям. Вот, я пользуюсь сейчас вот. Ароматов? Не, ну, блин, духов у меня много, Сегдарочки. Блин, ну все, еще эфир на два часа, ребят. Вот, супер классный аромат, покупайте музыкан. У меня много. Вот такой. Моя любимая марка духов сейчас вот этого. А кто это? Нехило. Не, не, нехило. Нехило это другая. Это я не помню, как точно называется. Короче, у меня вот три раз. Блин, у меня солнце отсвечивается. Везет тебе, что у тебя солнце. У нас здесь темень. Раз. Два. Это селективная всякая... Чуш, ты можешь, пожалуйста, подержать подольше? Пусть они засквинят. Они же сейчас... Ага. Да. Три. А вот нехило люблю. Знаешь их? Нет, но они, наверное, не секс, да, судя по упаковке? Нет, эти духи стоят около 20 тысяч. Ну, нормальная цена. Дешмань. Ну, как нормальная? Как нормальная? Не совсем, конечно, нормальная. Но у меня много, у меня разных. Я люблю Криф Кристиан очень. Красивый. Слушай, а сколько они вот не портятся, скажи? Слушай, ну, я не знаю, сказать, но я духами все время пользуюсь. С духами. У меня вот как бы вот еще второй. Видишь, флагон уже заканчивается этих же духов. Вот еще один. А ты дома пользуешься? Дома? Вот тут просто такая утром. Нет. Дома нет. А дезгарантом? Причем у меня зимой одни духи, а летом, естественно, другие. Потому что, ну, больше, чуть тяжелее зимой, так скажем, крепче запахи и легче летом. А скажи мне, а дезгарантом дома пользуешься? Я ненавижу, когда люди пользуются этими тяжелыми духами летом вообще. Это просто, ну, это невозможно. То есть надо понимать, мне кажется, иметь вкус и понимать, что там на шубу, там на пальто зимой ты одно, как это понять, брызгаешь, да? А, естественно, летом должны быть абсолютно другие запахи вообще. Ну да, а говорят, нужно как-то вот сюда, да? Да. Сюда, сюда и вот так вот потом растереть. А вот так надо делать? Разливные, кто-то спрашивал про пасту. Смотрите, вот паста, у мужа у меня вот эта паста. Марвис? Да, я их не люблю, он любит. Я тоже люблю, но... А, вот эта глистая. Глистая. Хорошая тоже, да? Я обожаю ее. Это же, господи, как называется? Амвей. Амвей, да? Да, я только ей. Вот я ее вот обожаю. Ну, говорят, что в этом Марвисе какие-то вещества... Зубные щетки, если вам интересно, какие у них бесплаты. А тампоны, тампоны, Ксюш, давай, расскажи. Ксю, у тебя спрашивают, дезодорантам дом пользуется? Дезодорантам, да, конечно. Нет, вот дома. Я сегодня такой вчера ходил без Дезика, и я понимаю, что... Без Дезика? А что ты без Дезика? Без Дезика. Без Дневеи. Так, ну... И я такой чувствую, что подпутеваю. Нет, нет, Дезик обязательно. Я не то, чтобы воняю, но я... Я не то, чтобы воняю, но я... Ребят, особенно любителям метро, которые вот не садятся, держатся вот за эту вот эту вот штуку, будьте добры, пожалуйста. Я не знаю вообще, как можно было из дома без дезодоранта. Это как не почистить зубы, как не... Ну, задницу... Катюш, у тебя там было мокрое пятно под мыхой. Да ты врешь, нет, у меня ничего. Ну вот, поэтому... Не-не-не, я вообще... Это такое парень... Дезодорант людям, некоторым людям надо просыпаться и засыпать только с Дезиками. Во-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в. Приходят там клиенток, ладно клиенток у меня в принципе, но приходят иногда на свадьбу фотографы. Я помню однажды, что я такой крашу-крашу, и фотограф подходит рядом, что-то в фото, и мне просто... Я понимаю, что от него так пахнет, и весь салон так стоит, знаешь, ну просто... Бывает прям... А я не могу молчать. А у меня ощущение, что некоторые люди, от которых пахнет фотом, они сами этого не ощущают. То ли они привыкли к этому запаху, то ли... И, ну, люди с ним общались, люди с ним общались, не говорят им даже об этом. Ну, я даже и не знаю, как сказать, если честно. Ну, вот, а вот реально, как сказать? И у тебя вот... Были случаи, когда у тебя был кто-то знакомый, который попахивал? Вот ты ему как вот скажешь? Вот я тебе не рассказал. Я этот фотограф, я понимаю, что он мне портит настроение, портит настроение вести. И он еще весь вечер ее будет фоткать. Я просто... Я уже смотрю, все на полу лежат, всем плохо, все в скорой забирают. Я просто... А он все фоткает и фоткает. Я говорю, иди сюда, поговорить нужно. Отвожу его в туалет и говорю, вот тебе дезодорант, вот тебе полотенце, вот тебе мыло, пожалуйста, помось, а тебе так воняет. Я просто... Мне, блядь, бесило это. Я ему просто отдал и ушел. И он такой... Ну, а вот это же не тактично, сорта. Ну, а что делать, раз он воняет, как... Я не знаю, кто. Просто воняет. Нет, ну... Мне кажется, так нельзя. Нет. Так вот хрен скажет. Это не первый раз, когда я так делаю. Я делал такое уже. У меня друг, например, раньше, я помню, приходил все время гость, и у него воняли носки. И я ему говорю, слушай, дорогой, вот ты сейчас снимаешь носки, вот тебе новые, иди в ванну, мой ноги, просто одевай новые носки, и ко мне по-другому не заходи. Вот, чтобы я тебе больше не повторял. Задумайся, почему тебя вонючки окружают. Ну, нет, ну, правда, я ни разу с этим не сталкивалась, Ксюш. Вот так хорошо начали, понимаешь, вот красиво, под глаза, вот это вот, под зубы вот это можно, понимаешь, вот это вот на нёбу донесите. А сейчас дай возьми носки, ты воняешь, иди помойся. Вот она, понимаешь, слышно с человеком. Ну, правильно, а что? Нет, я не могу терпеть. Пусть не воняет. Нет, я согласна. Мне вообще странно, когда действительно, ну, люди пахнут, и они не чувствуют, что они пахнут. Я не знаю, от чего это зависит, но бывает такой запах пота, который невозможно вообще терпеть. А вообще какой-то можно терпеть? Конечно. Кроме своего. Бывает свой и кого-то роднушки какой-нибудь. Какой-нибудь свой своей. Кстати, есть такая история, что если тебе не подходит запах мужчины, ну, или женщины, например, значит в интиме тебе тоже этот шек не подойдет. Сейчас. И в этот момент мне звонит Настя. А, хватит наши домашние секреты рассказывать. Нет, вообще первые где-то, по-моему, 10 секунд или 20 секунд, когда встречается парочка впервые, они понимают, подход они друг к другу или нет, только по обонянию. И обоняние это очень важно. Да, обоняние очень важно. Это все инстинкты животных. Животные почему друг друга сначала не уходят, понимаешь? Если что-то не так попахивать, я не могу просто, все. Кто-то пишет, это может быть гормональный сбой. Ребят, все понятно, конечно. Сбой с боем, но дезодоранты никто не отменял и мыть все вообще. Да, конечно. Тем более, это сейчас, это я понимаю, там в 90-е, ну, это было, ну, реально мыло сейфом только, понимаешь? Рекламировали, больше ничего. И вот это вот натер и побежал. Но сейчас такое огромное количество дезиков, дорогих, недорогих, это вообще не важно. Мне кажется, в дезике не важна цена, это не должно быть что-то мега-супер-ультра-дорогое. Это должно быть то, что там подходит. Чур, скажи, а Ниве хороший дезодорант? Да, я люблю Нивею. У меня вообще и вся семья, и польза. Знаешь, что я слышал про Нивею? Я тебе скажу просто. Я недавно встретил стилиста по волосам, прости, пожалуйста, перебью, на съемке. Классная девочка, классный цилист. И у нее были лаки для волос Нивея. И она говорит, вообще офигенные просто. Просто она говорит, у меня все, да, клиентки подсели на эти лаки какие-то. Я не знаю, что за лаки. Я сначала поржал, а я говорю, что они супер офигенные, классные. Кто-то пишет эфир для вонючек. Эфир для вонючек. Вот так мы на роду запомнимся, понимаешь? 20 тысяч вонючек, вы слышите? Блин, вообще пипец. Вот я сейчас во дворе умираю, я сам парфюмер. Вот, видишь? Посоветуйте хорошие. Жанна Ксения, сразу выходите почаще в эфир, пожалуйста. Правда, гигиена, это элементарно. Но, конечно, элементарно. Мы всех детей должны с детства этому учить. О, у меня солнышко ушло прям резко. С детства должны этому обучать детей. Без этого вообще, ну, мне кажется, никуда. Эфир для вонючек. Чем убрать прыщи на лбу? Все пишут, что это... Все побольше овощей, чтобы на попе не было прыщей. Вот вам советцы. Кто-то пишет, что это подпольная реклама Невея. Представляешь, Невея заказал прямой эфир, и мы так интегрировали. Да хоть бы, хоть бы, понимаешь? Вот если и Невея после этого, понимаешь, пришлет на карту, я буду только благодарна и рада. Ребят, никто никому ничего не платил. Все абсолютно. Я сейчас представляю. Многие марки так заскринили, такие, знаешь, и типа, вот, посмотрите. Все жду, когда сверху сообщение, телекарк придет. Ну, что-то вот не это. Не приходит и не приходит. Хотя мы сегодня кучу марок отрекламировали. Ксюша, чтобы не было запаха ног, я пользуюсь формидроном. Это что такое? Я не знаю. Мыть руки научились, теперь моем подмыхи. Ну, вот правда. Следующий будет этот. Вот челлендж от всех звезд. Понимаешь, как мы моем. Ну, это, конечно, челлендж с мытьем рук. Меня посмешило очень сильно. Ну, хорошо. А ты знаешь полностью, как мыть руки? Ну, естественно. А кто не знает? Показывай. Нет, ты серьезно не знаешь, как мыть руки? Я знаю, поэтому давай вместе. Я не участвовала в этом челлендже, потому что я считаю, ты полный... Нет, покажи руки просто вот так. Вот так, нормально. Нет, ну это одно и то же, как рассказывать людям, как им попу мыть. Ну, что за бред вообще? Нет, правильно мыть руки. Как правильно мыть руки? Да нет, не надо. Вот просто не мой их. Просто, Ксюш, просто вот так поставь. Давай, поехали. Не, я могу тебе помыть, если честно. Смотри. Давай. Значит, берешь. Берем мыло жидкое. На это. Сюда. Сюда. Между пальчиками все промываем хорошенечко. Я когда прихожу с этого, как называется, с улицы, сейчас там из магазина приезжаю, я мою прям по локоть, как врачи. Понял? Да, правильно. Врачи вот так вот, да. Все тщательно промываешь, промываешь, сверху, сверху, снизу, снизу, все пальчики прошли по одному. Ты кое-что забыла. Подожди. Ты забыла вот этот. Большой палец протереть? Да. И внутри вот так вот делаем, смотри, вот так вот. Прям шкрябаем вот так пальчиками. Ну, это херовня уже все, сердар. Ну, что ты в это, потом дальше смотри. Вот так, вот так. Так я делала. Ладно, ты только большие пальцы. Только большие пальцы. Под ногтями тоже обязательно все промыть не забудь. И дальше вот это. Слушай, а я слышал, что когда с улицы захочешь, в первую очередь санитайзер, а потом уже мыло. И потом антисептиком. Что ты говоришь? Я говорю, когда с улицы приходишь, в первую очередь нужно антисептиком.